Здравствуйте, к нам вы пришли. Мы подарили переноску для кота. Она нам не нужна. Это наши подписчики. На плечо. Она легенькая вообще, она на тяжелом. Легкая? Ага. Спасибо вам еще раз сегодня. На здоровье. Все, хорошего дня. Спасибо вам. До свидания. Все, пускай вашему котику будет хорошо в той переноске. Теперь на дачу будут ездить. Ну, конечно, барсик в эту переноску не вмещался. Барсик был большой. Маленькая. Так, куда, да. Все, она нас на чердаку изжала. Все, вам спасибо вам. До свидания. Все, счастливо вам. Да. До свидания. Все, вам хорошего дня. Уже забрали у нас переноску. Приехала женщина с внучкой. Ну, мы, конечно, им не продавали переноску, не хотели денег, ничего. Мы просто подарили. И они, не знаю, мы их ничего не просили. Они нам привезли трехлитровую баночку вина. Не знаю, домашняя свинограда. Ну, и Светланке привезли. Не знаю, это она. А, вот он. Дерево счастья. Ну, и это денежное дерево. Ну, да. Ну, то оно маленькое. Мама посадит в лозончик. Да, оно вырастет потом. А это роза китайская или как она называется? Да, китайская роза такая, красивая. Это тоже, наверное, китайская роза такая. Ну, мама пересадит. Маленькая. Оказывается, у них есть котенок маленький. Они часто ездят на дачу. И машина у них есть тоже. И не было котенку куда садить. Ну, и мы решили подарить им переноску. Ну, правильно, что она хотела. В субботу к нам еще приедут у нас. Я ж Коляня показывал за клетки. Приедут в субботу к нам и подарят. Коляня приехал. Мама пельмени приготовила. Светлана, мы же с бабушкой покушали. Теперь Коляня кушает. Хорошие пельмени. Да. Вот такую эту. Пасту, чешу, а то с сыром. А то мама сама такой салат приготовила. Кстати, вы говорите, что правильно, что не надо перемазывать верхний и нижний. Потому что надо же брать руками. Ну да, запачкать. То есть неправильно. Я думал, что надо нижний и верхний не перемазывать. А внутри получается, вон, как слой сгущенки. И между прочим, хватило крема. Мягенько. Прекрасно оно пропиталось. Там еще есть один корж. Можно будет сделать еще один такой торт. Вот. Сегодня купил курмущи, гранаты и бананы. Маргуша отъедается. Хорошая королёк. Хорошая курма. Она, королёк, вот тебе. 40 гривен стоит. Килограмм. Недорого. Но я не сильно ее люблю. Но как Марго наъедается. Как бы чувствуют, что ее будут забирать сегодня. Молодец, девочка. Ну, она не то что худая. Просто что девочки, они все же худенькие. Ну да, мальчики больше крупнее. Девочки всегда такие меньше. Что, мама? Мусор выбрасывайся. Что? Говорю, мусор выкидаешь? Поедешь вместе с щенком. Куда ты? В Запорожье. На хорзу поедешь. На хорзу поедешь. На хорзу поедешь. Салфетку дай богу. А ты дал мне эту. Салфетку. Кого? Курму. Курму тут. Там гущенка есть. Делай еще один торт. Как правильно? Там писали, кстати. Как правильно сказать? Гущенка? Чи гущенка? Как мы скажем? Гущенка. Ну, а там умники пишут, что неправильный. Гущенка. В нашей Украине кажут гущенка. Гущенка, говорят. Или гущенное молоко. Так даже в России по-разному говорят. Мы когда были в Амурской области, там вообще по-другому говорят. Москвичи вообще по-другому говорят. Так самое и на Украине. Каждый привык до слова. Конечно. Кто скажет картошка, кто скажет бараболя, мандебург, кто скажет рыба. Да по-разному. А вот эти пельмени? А то я не даю. Вот люди пришли за переноской, я не успел докушать. Конечно, мама лепила с утра. Ты лепила? Да где мама? Наша мама. Бабушка не. А, вот и не лепила, купила. Ты ж не в армии пигмени, тебе вареньки. А все, не вареньки. Маргуша уже с Томасом уснули. И спят себе маму. Так, малышки? Высыпайся, Маргуша. Сегодня приедут за тобой, девочка. На, моя маленькая. Будем скучать за тобой. Тебя не бойся, Томас. Ты остаешься у нас, а Маргушу сегодня возьмут. Кто-то мама на кухне. Кастрюлями бахкает. Томас уменьшает спать, да? И Доличка тоже спит. Ну-ка, они сладко спят. Должны подъехать где-то в 3 часа, в 4. В этом час езды до Днепра. Сами не в Запорожье. Так, что у нас останется один Томас. Маргуша. Сегодня еще посмотрим, какая семья. Как они будут относиться. Вроде хорошее. Разговаривал по телефону. Говорят, что они животных любят. Посмотрим. Надеюсь, что будет так. Мама тоже отдыхает. Вильчик в калидоре спит. Почему ты совсем не спишь? Не хочешь? Светланка уже нашим барбосом меняет тарелочки, свежие водички. Сейчас я Вильчику поведу. Вильчик, ты не хочешь, что мама дает корма сведого? Не будешь, Вильчик? Это, Вильчик, загрузил. Так, Вильчик, пойдем сейчас гулять. Пойдем сейчас маленький гулять с папкой. Пройдемся, да? Выбросим как раз с тобой мусор. Ну, кота грустный сегодня. Ну, пошли, с папой пройдемся. Ну, идем, Светланка, с ним прогуляемся. Хорошо? Тимаша, у нас в клеточке сидит. Сегодня он дома. Мы его на улицу не выносили, потому что на улице сыр. Он замерзный. Так, Тимашка? Скажи, я замерзну. Тима. Хочешь, чтобы тебя папка выпустил? Хочешь полетать чуть-чуть? Давай, папка тебя выпустит. Полетаешь, иди до папки. Иди, Тимашка, иди. Иди, садись на ручку. Иди, на пальчик садись. Иди, Тимашка, иди. Ой, яблочко твои слава, иди. Иди до папки. Подожди, папка тебе клетку придержит. Иди до папки. Молодец, мой маленький. Я скучал. Я хотел на свободу, да? Полетать, так? Мой маленький такой карапузик. Тима, Тима, расскажешь. Че-че-че, Тимошечка? Тимошечка маленький такой, да? Какой я красивый. Я люблю тепло, скажи, на улице замерзаю. Правда, тебе холодно на улице. Когда солнышко, то, скажи, я люблю сидеть. А прохладно, я лучше дома буду сидеть. Вот как он крыльями машет. Это означает счастливым. Всегда-то, когда ему нравится, что-то он так крылышками машет. Он уже красивый стал. У него краска сильно красивая. Когда маленький был, то не так было краски видно. А сейчас намного больше. Но у него что-то перья вылетает. Каждый день по перышку оставляет. Так, Тимошка? Оставляешь каждый день по перышку, маленький мой. Такой смешной. Я как вспомню, когда он маленький был, мы его со шприца выкармливали. А сейчас куру большую жестом. Так, Тимошка? Ой, такой Тимош. И полетай себе. Не хочешь? Тимош. Чик-чик-чик, Тимош. Там Тимошка такой рассказывает. Красавчик. Скажи, смотрите, какой я красивенький, да? Завтра Тимоша тоже к нам приедут. Мы клеточку подарим нашим зрителям. У тебя аж три клетки. Одна круглая, большая, нам она не нужна. Так, Тимошка? Тебе достаточно этой клетки. Еще у тебя одна в запасе есть. Лучше подарим. Чтобы тоже такой птенчик, как ты жил в клеточке, хорошо, да? Тимошечка. Маленький такой Тимошечка. Раньше, конечно, мы его часто выпускали. И по кухне, везде. Но сейчас переживаю, потому что наши собачки могут его словить. Но как присядет на стульчик, то его долечка может словить обувиски. Так? Лучше скажи, буду тут в спальне один. Тимошечка. Чик, 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 чик. Тимошечка. Какой ты красавец. Тимошечка. Тимошечка красавец, да? Колянь раньше держал много попугаев. И больших, и маленьких. И они яйца приносили. И мы их выкормили со шприца. Это был дурдом с теми маленькими. Через каждые три часа их надо кормить. Температуру мерить. Когда кашу им давали такое молочко специальное, надо градусико мерить. Уже не помню, по-моему, 36 или 35 должно быть, чтобы теплая была. И мы их со шприца каждого выкармливали. Но они как шприц увидят, бежали как собачки. Крылья распустят и бегут до этого шприца. И мы их так выкармливали, да? Но правда, когда ты с шприца их выкармливаешь, они потом ручные не кусаются. Вот Тимошку мы так выкармливали, и Тимошка ручной. Он не кусается. Сказаби, а как вы? Скажи, я такой парень. Выкармливали тебя, не? И он ручной стал. Конечно, на улице вы не выпускаем, потому что он может улететь и не вернуться. Так говорят, что попуга и не возвращаются. У нас на балконе там Виталий был тоже такой лимончик желтенький, красивый попугайчик. Улетел и не вернулся. Тимошка уже на подушечке сидит. Лапки себе чистит, да, красавец? Хорошо тебе на подушке? Тимошка? Какой ты красивенький у нас. Ты, пицы, 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 пицы? Продолжение следует...